Всем привет! Давно не записывала видео, давно не делилась с вами полезной информацией и пришло время это исправить. Я никуда не пропала, просто наслаждалась летом. А оно, как правило, быстро уходящее. Особенно здесь, в Канаде, принято считать, что холодная страна. Хотя я на самом юге и здесь климат очень похож на ту географическую область Украины, откуда я рода. И, кстати, если вам интересно, я могу записать влог о том, где я нахожусь в Канаде, именно в настоящей Канаде. Не в Торонто, не в Ванкувере, не в Отоле, где, как правило, в основном живут наши иммигранты. А вот в той Канаде, где в основном канадцы, где я сейчас и нахожусь. Ну, это такое отступление. А в этом видео мы поговорим о очень полезной части фриланса. Это понимать лексику, понимать значение слов. И, особенно, если мы говорим о зарубежном фрилансе, понимать эти слова и на английском языке. Потому что порой мало просто перевести слово, важно понять его суть. И в этом видео я поделюсь с вами самыми основными словами, без которых вы просто не можете предлагать свои услуги на зарубежных пиржах фриланса. Начну со слова, которое прямо на поверхности. Фрилансер. Что это за слово? Если мы его разбиваем на две части, получаем free, что значит бесплатный или свободный, и lancer, что значит копьеносец. Так вот, в начале 19 века так обозначали людей, копьеносцев, наемных, не работников, а воинов, которые сражались за ту нацию, которая им платила больше. Так и получилось слово freelancer. Но это просто, что называется, fun fact. Если же мы говорим о современном мире, фрилансер это наемный работник. Также на некоторых биржах фриланса, фрилансер может называться seller, то есть тот, который продает. От слова, глагола sell, to sell, продавать, добавляем окончание er и создаем профессию, да, seller. Или же порой, если мы говорим о налоговых службах, вы себя именуете self-employer, тот, который сам себя нанял на работу, частный предприниматель. I'm self-employed. Я работаю сам на себя. Теперь перейдем к другой стороне, к клиенту, тот, который заказывает услуги, тот, который к вам обращается. Это может быть компания, company, но на биржах фриланса, как правило, заказчики будут называться или buyers, то есть те, которые покупают. Buy, покупать, добавляем er, получаем человека, buyer. Или вы можете называть людей, с которыми вы работаете, clients. И, как правило, client это то нейтральное обозначение заказчика. Порой можно говорить customer, но не говорите boss, он вам не босс, он просто человек, который заказывает у вас услуги. И, кстати, об услугах это то, что вы предлагаете на биржах фриланса, называется это service, services, да. You offer services. Вы предлагаете услуги. Вы также можете эти услуги на определенных платформах называть гигами, гейк. Слово гиг употребляется на бирже фриланса Fiverr, к примеру. Или же, если мы говорим о жизни просто, это значит какая-то маленькая подработка. Часто музыканты, которые выступают в барах, говорят, о, сегодня вечером у меня гиг в каком-то баре. То есть, я вечерком отыграю один концерт и получаю за него оплату. Это и есть гиг, какая-то небольшая подработка, одноразовая. Или же, если мы говорим о другой платформе фриланса, к примеру, people per hour, эти услуги, которые вы предлагаете, могут называться hourly, от слова hour, да, в час. Но это уже такая специфика платформы. Как правило, мы просто говорим о job, о работе, то, что вы предлагаете. И вы работаете на биржах фриланса над проектами, да. Это не просто job в целом, а у вас есть какой-то project. И правильно произносить, просто так корректирую, не project, не o, а project. Больше к а идёт произношение. Если мы говорим о таких американских нюансах, возможно, вам это не надо. Это просто, если вы хотите звучать более так по-американски. Project. Вы работаете над project. Что же вы получаете на бирже как задание? Можно сказать task, то, что мы помним со школы. Да, I have a task to accomplish. Но, как правило, это всё-таки заказ. Не задание, а заказ. И заказ будет order. Это слово вы, может, знаете и как просто покупатель. Вы заказываете что-то в онлайн-магазинах. Это всегда order. Orders. I have an order. У меня есть заказ. Дальше переходим на вашу страницу фрилансера. И в английском языке никто не будет говорить freelancer's page. Скорее всего скажут profile. Профиль. Профиль фрилансера. Где вы размещаете свою биографию. В английском это просто будет или about, о себе, или bio. Три буквы. Никто не говорит полную версию biography. Tell me your biography. Просто bio. Вы кратко расписали ваш опыт. Your experience. Не расписываем предыдущие места работы. С четкими временными рамками. Как правило, такого рода информация относится к резюме. Не к странице фрилансера. У меня есть отдельное видео о том, как расписывать о себе на страницах фрилансера. Посмотрите его. Здесь же просто говорим о терминологии. Также, помимо биографии, мы указываем ваши скиллы. Это слово уже перекочевало в русский язык. Skills. Навыки. Умения. И это могут быть не только как communication skills. Но это могут быть и программы. Software. С которыми вы работаете. К примеру, Adobe Photoshop. И правильно говорить не Adobe, а Adobe по-английски. Но это уже нюансы. Дальше. Вы также, и это очень важно, указываете, показываете ваше портфолио. И в английском языке это тоже слово. И на этом, думаю, основные термины касательно вашей странички фрилансера мы рассмотрели. Перейдем к более интересной теме. Денег. И здесь возникают свои нюансы. Есть определенные слова, определенные термины, которые не так очевидны и надо объяснить. На многих биржах фриланса вы откликаетесь на проекты. Вы отправляете свои так называемые proposals. Ваши заявки, ваши предложения. И вот эти proposals включают в себя вид работы, что вы делаете. Порой это может называться просто item, как вещь. Но это может быть просто service. И сколько вы за это взимаете. Да? Ваша цена. Your price. Часто вы можете услышать от потенциальных работодателей, когда вы с ними общаетесь. Can you quote me on this project? Что значит? Можете ли вы мне сказать, сколько вы возьмете с меня? Quote это как раз вот это предложение с расценками. С мета по-русски. Сколько за что? И другая фраза, которую вы можете услышать. How much will you charge? Сколько вы взимаете за такой-то вид работы? Тоже звучит, но чаще quote. Can you quote me on this? Можете ли мне дать свои расценки? И когда вы отправляете ваш proposal, вы также, как правило, включаете deadline. Сколько дней у вас занимает, чтобы выполнить работу. И deadline, это не пустое слово, это как раз вот этот строк, которому все должно быть выполнено. Если вы срываете дедлайны, ваша репутация на биржах фриланса, причем на всех, будет понижаться. Другой момент, о котором меня часто спрашивают, это слово delivery и deliverables. Delivery это доставка, как доставка продуктов на дом. В контексте фриланса это значит вот этот конечный результат. То, что полностью значит выполненный, завершенный проект. И deliverable или скорее даже во множном числе deliverables, это значит эти тоже конечные результаты, но это могут быть как частями. Да, вот есть стадии и у каждой стадии есть свои ожидаемые результаты. И говоря о стадиях, возможно, вы слышали слово milestones. И это значит, что вот как раз есть проект огромный и у него есть стадии. Когда вы делаете веб-сайт, да, там первая стадия создать, грубо говоря, главную страницу. Вторая стадия создать там страницу о себе. Третья стадия интегрировать и проработать SEO и так далее. То есть, first milestone, second milestone, third milestone. И каждый из этих milestone will have its own deliverable. Будет иметь свой конечный результат. Итак, мягко переходим к теме денег. Когда вы расписываете milestone, вы это делаете не просто, чтобы клиент понимал, как вы работаете, но и для invoice. Invoice – счет фактура. Это то, что вы выставляете заказчику, как, пожалуйста, оплатите мне. И без них никуда. Как правило, если вы работаете с американскими, вообще иностранными клиентами, они будут просить invoice. Даже если вы работаете через эти все биржи фриланса, они генерируют эти invoice. Да, вам самим не надо составлять, но вы всегда можете перейти на том же Fiverr, Freelancer, Upwork и посмотреть invoice. Потому что если вы отчитываетесь в вашу налоговую, как раз эти бумажки – это то, что вы и предоставляете. У меня есть отдельное видео об invoice, поэтому о них здесь говорить не будем. Просто invoice – это очень важное слово. И ко мне до сих пор поступают вопросы. Посмотрите, определитесь и умейте составлять. Так вот, грамотно в invoice не просто написать одним предложением, что я там предлагаю то-то, а расписать ваши milestone. И тогда вы можете и взимать плату за определенный milestone. И вы также в invoice можете запросить deposit. В английском языке так и будет. Deposit – это, как правило, 30%, 50% наперед. То есть, это та сумма от вашей общей суммы, тот процент, который вам платят, как застраховать себя, застраховать вас, как наперед вы получаете плату. И как раз слышим хорошее полезное слово – оплата. В английском языке это payment. От глагола платить – to pay, оплата – payment. Вы также можете услышать слово payout или, скорее, даже во множественном числе – payouts. Что это значит? Это тоже оплата, только поэтапная. Payment предполагает, что вы получаете определенную круглую сумму за раз. А payouts – это когда вы поэтапно получаете. Допустим, вы работаете с milestones и за каждый из них вам полагается определенный payout. Развивая тему денег, рассмотрим, как на биржах фриланса вы расставляете свои расценки. Это может быть rate, hourly rate – сколько вы взимаете за час. И это, как правило, основная метрика, если мы говорим о рынке работы Северной Америки. I charge – я взимаю плату $50 an hour, там 50 долларов в час, к примеру. И конструкция – вы говорите сколько, затем валюту, currency, и затем an hour. Паром можно сказать pair hour, и вот этого предлога за в английском языке нет. Вы просто говорите I charge, там, к примеру, $40 an hour, 40 долларов в час. И интересный момент вообще со самим словом. Если вы взимаете оплату по часу, как правило, ваш заработок, ваша заработная плата – это wage. Это не то, что мы учили в школе. Salary – это когда мы говорим о том, что вы работаете на фирму, на компанию и получаете вашу плату вот за период в месяц или в год. И, как правило, кстати, когда вам американец будет отвечать, сколько он зарабатывает, он всегда будет говорить суммы за год, да, там 100k. И вот, кстати, да, k – это thousand. Вам так и могут написать ваши работодатели, если какой-то крупный проект, вы переходите из сотен в тысячи. Вместо писать thousand, вам просто напишут такую заглавную capital K – 50k, 60k. Но это всё мы отошли от темы, это больше о salary – зарплате в месяц, в год. Если же мы говорим о фрилансе, как правило, это просто rate – per hour, да, ваша оплата в час. Не всегда вы взимаете оплату в час, порой это просто flat fee – определенная сумма, за которую вы выполняете проект. Flat fee. Другой момент. Как ещё можно получать зарплату? Если вы работаете за процент, тогда это будет называться commission-based. Комиссия – это мы берём какой-то percentage of sales от продаж, и вы получаете зарплату, оплату, скорее, да. Если же вы, как, кстати, художник или представитель творческой профессии, готовы к работе, вы говорите open for commissions – я готов к работе. Это не всегда значит, что вы работаете платно, порой это и бесплатно, но вот есть такая терминология для художников – open for commissions. И ещё один момент, как вы можете получать оплату, это больше касается стартапов, когда вы предлагаете свои услуги или дешевле, чем средняя рыночная стоимость, или даже бесплатно, free, но вы получаете equity – компания, вы получаете акции компании. И если компания растёт, то и ваш кошелёк тоже толстеет, но это такой gamble, да, это игра в зависимости от того, как этот стартап выстрелит или нет. Теперь поговорим о выводе средств, потому что вы заработали ваши деньги через платформу, что дальше? Вам надо вот эти payouts к себе на вашу банковскую карточку получить. Хорошая новость, что большинство слов также звучат на английском, потому что они перекочевали с английского, как банк – банк, ваша карточка банковская – card и вообще трансфер – transfer. Всё тоже. Единственное, что если вы работаете с иностранным заказчиком напрямую, не через биржу фриланса, надо указать, что это international transfer, международный трансфер, и согласовать, кто же платит комиссии за этот трансфер, дополнительные, порой это процент, порой это суммы, которые взимаются за перевод средств – fees. Если мы говорим о бирже фриланса, чтобы вывести деньги, вот именно это действие, вывод средств, звучит как withdrawal. Вы нажимаете определенные кнопки, и эти деньги поступают к вам на вашу карточку в течение, порой это занимает и 7 дней, порой 14 days, 2 недели, в зависимости от платформы. Когда вы выполнили проект, очень важный момент, который не стоит пропустить – это feedback. Когда вы получаете обратную связь с заказчика и можете оставить ваш отзыв о заказчике. Это или feedback, или review, когда мы оцениваем, как всё прошло. И это может быть как public, то есть все другие пользователи сайта это увидят, или как private. Тогда это увидит только человек, которому вы оставляете отзыв, и сотрудники, работники сайта, чтобы понимать, были ли какие-то проблемы. И это всё, конечно же, влияет на ваш рейтинг. Рейтинг – это рейтинг, очень важно, чтобы он у вас был высокий, там звездочки, или баллы, или процент. Чем выше, тем лучше. И ещё, пока я говорила, вспомнила, что любят сайты фриланса показывать, как быстро вы отвечаете на сообщения, насколько responsive you are, как быстро вы реагируете. Так вот, есть такое понятие, как average response time – сколько времени у вас занимает, чтобы ответить на сообщение. Желательно эту цифру держать где-то около 2-3 часов в среднем. Как правило, тогда и ваш профиль на страницах фриланса, на биржах фриланса будет показываться выше. Если ваш рейтинг – рейтинг, и ваше время ответа – average response time is higher, да, выше. Вот такие слова. Если я что-то не ответила, отписывайтесь в комментариях, буду рада подсказать, помочь, потому что есть свои нюансы, как вы видите. И успеха вам! У вас уже больше нет отговорок говорить, что всё, я не могу зарабатывать на зарубежных биржах, это вся терминология. Вот вам основные слова, и, как видите, их не так уж и много. Спасибо за просмотр и до новых встреч!